ТРЕСТАНИЯ ТРЕСТАНИЕ ПОЛИМЕРНУЮ ГЛИНУ В ПЛАСТ 2 мм толщиной. Разрезаем его пополам и складываем вместе, слегка прокатывая скалкой, для лучшего сцепления слоев. Щеткой наносим текстуру. И лезвием задаем кулону необходимую форму. Раскатываем черную полимерную глину в длинный пласт такой же толщины. Примеряем и лишнее обрезаем. Это заготовка для окантовки. Ею мы займемся чуть позже. Когда будет выложен весь узор. Катаем очень тоненькие заостренные ниточки из золотой полимерной глины. И приступаем к декору кулона. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Фантазируем и наслаждаемся процессом. Из маленьких кусочков делаем лепесточки. Таким образом декорируем весь кулон, заполняя его поверхность листочками и завитушками. Таким образом подождем. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Теперь можно приступить к окантовке. Выравниваем пласт и ставим его на один бок, второй окрашиваем золотой пудрой. Ну и оборачиваем наш кулон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В таком виде отправляем кулон на обжиг при температуре, указанной производителем. Когда все остыло, я присоединила фурнитуру и готова. Вот что у меня получилось в итоге. А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых уроков! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...